Всем доброе утро. У нас сегодня 15 число, 15 июня. Всех с окончаниями карантина. Поздравляю. У нас здесь пока не самый пиздный вид, но все равно круто. Вот так вот мы устроились. Приехали к родственникам, к родным. Естественно, не пошли спать в дом, разложились. Возле двора, для того, чтобы поспать в палатке. Потому что это просто... Ну, во-первых, хочется испытать, во-вторых, это реальный кайф. Спали, просто кайфовали. Я говорю, свежий воздух, птички поют, с утра петухи орут. Красота. Очень доволен. Первое впечатление от палатки. Ну, вообще, без комментариев. Очень круто. Только кофеварки не хватает здесь, честь словом, чтобы так проснуться. Попить кофе. Прям не вылезай из палатки. Приехали мы на хопер. А что-то здесь вообще никого. Ну, оно холодно, правда. Вот это наш пляж, на котором мы в детстве всегда купались. Вон место. Он прям сюда заехал, палатку воткнул. И кайфуй. Красота-то какая. Лепота. Вот рыбак какой-то там сидит. Так, что у нас с водой? Ты не будешь попасть? Я подумаю. Посакот. Не, вот. Давай. Я смотрю, чтобы змея не подплывала. Ты сразу бегай, сразу. Да, да, да. Ты мне нам психи-то любишь. Ты, конечно, очень много змей. Ты меня не будешь закидывать, если я не смогу? Могу закинуть. Не надо. Тебе будет легче так. Ну, мне не будет сомнения. У меня тебя там щука там. Давай, давай. У меня здесь не уродится. У меня что-то страшное. А ты так сама делала. Это моя месть была. Ты что? Там нету дна. Но здесь, Дурунда, я же сказал, там яма. Точно яма. Здесь, сюда плыви. Ну, как оно? Зашибатенько. Зачет? Офигенно. Я уже одноглазая? Нет, пока два глаза. Пока два, нормально. Ну, про то, что не знаю, глаза два. Клевая купальня, кстати, офигительная. Что-то как на него. Это мне тоже нравится. Мне вообще супер. Я просто сказала, что я хочу второй раздельный. А то это тебе не нравится, это тебе не нравится. Мне все нравится. А как ты меня обрызгивала? Ну, я тебя один раз. А ты меня пою на холодную, а я тебе на горячую. Ну, конечно. Я еще зайти не успела. Ты меня уже зафигачил водой. Да, да, да. Что-то трындец тебе. Бла-бла-бла. Не боишься? Бла-бла-бла. Ну, что? Ну, классно. Валденно. Мне нравится деревня. Ты нравится? Да. Переезжаем в деревню? Ну, на лето можно. Ну, да, зима здесь скучна, согласен. Не, ну, Маш, можно найти? Развлечайника. Купальник реально клевый. Мне нравится. Все нравится? Да. Хорошо, что тебе нравится. Снимай. 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 Вот так вот, забрались. Легко и не предпочитет. Ого, какая картина-то тут. Короче, надо вот эту решетку нам снять. Колхозную. Тебе налепили, и она, короче, все портит. Я тебе ее сниму на разы два. А как ты ее снимешь? А за ней что? А ничего за ней. Решетка же. Вот эта вот? Да. Так она прикреплена. Кто? Ее не надо снимать, Дуринда. Ну, вот. Нужно эту снять. Ты собралась тут, что ли, снимать? Да. Понятно все. А, так тогда это вообще элементарно. Просто колоскогубцы тащи, я тебе все сделаю. Ты мне сейчас полмашины разломаешь. Я тебе ничего не сломаю. Ты уже хотела снять эту решетку. Ну, я больше не хочу. Неси мне плоскогубцы. Что ты снимешь? Я сниму вот эту. Двигатель открутишься? Нет, ну вот эту железяку, которую ты хочешь. Короче, принеси мне. Как ты ее оттуда снимешь? Легко. Короче, жена сошла с ума у меня. Гри, давай плоскогубцы. У меня выкичутся. Ну, на. Надеюсь, что после твоего вмешательства тут машина не едет самая. Ты мне не доверяешь? Нет, конечно. Ты мне никогда не едешь. Ну, не трогай. Что не трогаешь, Тареш? Что не трогаешь? А у нас нету... Ты уверена, что ее откручиваешь? На сто процентов? Поломала. Жадная. Не кажется, что это жестоким? Кажется. По-другому цикару. Варианта нет. Видишь, какие здесь соплы? Да. Но она и должна охлаждаться. И вон он этот радиатор. А это поставь. Они ее взяли, да. Для красоты и что-то. Да не говори. Она должна охлаждаться. Вот она не охлаждая. Домой. То есть пока была зима. Конечно, она считает стенка. Она чертит дырочек. Как у тебя процесс тут идет? Вот. Это еще все. Колхозный тюнинг устранен. Теперь вон он радиатор. Видите? Это радиатор коробки. Естественно, как только жарко стало, из-за этой стены, блин, отсюда он вообще не попадает. Вот даже не видно отсюда. А отсюда было закрыто такой сетчатой решеткой. Потому что воздух и есть, но плохой. Теперь все будет, должно быть хорошо. Ну, насчет надежности Форда, кстати, тут у меня ноу-комментс. Какая машина пройдет тысячу километров при ошибке двигателя. Ой, а двигателя коробки. Я думаю, что никакая. Вот, у нас уже какой получается? Четвертый день или третий день? Я уже запутал. Приехали собирать травку. Чай заварить, как она. Видите, как она называется? Чебрец? Чебрец приехали собирать. Чай, получается, с чебрецом душистый. Просто. А я на машине стою, потому что сказали, что здесь много змей. Я не знаю, вылезать или не вылезать. Ну и фоточки сейчас еще надо сделать. Серега! А? Скажи привет! Привет! Траву тебе забирают на чай! Молодцы! Деревенская жизнь на тебя странно влияет. А? Влияет, странно говорю, деревенская жизнь на тебя. Жарко. Пакетик. Пол пакета всего лишь. Хватит. Тебе. Ну, какой у меня племянник хороший. Плевает, кабан. Здорово. А ну, кулыбаемся. Дядька увидел привет. Вы хорошенький. В общем, продолжаем пока отдыхать мы в Саратовской области, в родном селе. Спать он в палатке. Сегодня у нас Ксюха решила спать не дома. Тоже сегодня ночевала. Кстати, к вопросу о том, зачем вам палатка. Вот, смотрите, какой у меня здесь лютый спальник есть. В нем запросто помещается два человека. Вот. Видали? Это все спрашивают, спрашивают, типа, палатка, в машине же можно ночевать. Так, аж можно. Мы ночуем, только в машине спит Ксюха с собакой, а мы спим в палатке. Ну, можно меняться, неважно. Вот. Так что, в этом плане все продумано. Если бы мы же вдвоем путешествовали, то другой был по раскладу. Тогда нам бы этого места хватило бы за глаза и за уши. Но мы путешествуем втроем. Если быть точнее, то в четвером. и на четверых нам тесто. А так в самый раз. Место здесь, куда вещи сложить полным-полно. Так что, очень комфортно и очень удобно. Но мы еще в деревне потусим, я думаю, дня 3-4, а потом начнем кататься. Хотим покататься по краю, по близлежащим там. Ну, в радиусе тысячи километров, скажем. Близлежащим. В радиусе тысячи километров города, посмотреть, Саранск, в Казань, наверное, съездим, Саратов, Волгоград. В общем, там бог. Главное, чтобы машина не подвела. Сейчас у нас шашлычок тут намечается. Сейчас чешу шашу. Тестим мангал наш. Место снять надо будет. Место, место сейчас снимем. Сестренка тут фотки. Я снимаю, короче, красота. А, здесь у нас уже такой образовался потихоньку. Как это называется, Юлька? Кемпинг. Началось сейчас с того, что мы принесли одно кресло, второе кресло, потом принесли стол, теперь мангал. Короче, медленно, наверное, здесь такой уголок, челау. лепутатка, какая красота. Что-то, ты же голодный, брат. Да, уже нормально. Отпустила? Терплю. Что-то погорячился насчет шашлычков. Курочку мы жарим. Короче, мангал, вот этот, который купал в Леруа Мерлен, две с копейками, стоит офигенно. Во-первых, угли на нем разжигаются мгновенно. За счет обдуван, два корпуса у него. И очень удобно. Решеточки есть. Огонь. Так, у нас столик. Огурочки, помидорочки, курочка. Красота-то какая. А здесь у нас еще кабачки. А сейчас еще картошечка будет. Сказка просто. На даче все. Все. Всем приятного аппетита и спокойной ночи. Мы пошли хомячить.